...одолела все барьеры на пути к финалу и встречается в решающем поединке с командой Италии. Командные соревнования носят несколько иной характер. Здесь спортсмен должен чувствовать ответственность за свое выступление перед всей командой. Именно чувство коллективизма, ну и конечно мастерство, демонстрируют советские спортсменки в финальной встрече с командой Италии. В эти минуты поединок подходит к концу, и сборная СССР выигрывает со счетом 8-3, а значит близка к золотым медалям. Встретились француз Филипп Рибо, он слева, и Миклаш Бодыши из Румынии. Фехтовальщик из Франции уверенно выиграл 10-4. Самым сложным на пути к победе для Рибо, кстати, оказался бой с советским спортсменом Борисом Можаевым в полуфинале. Уступив своему сопернику в упорном поединке, Борис Можаев не смог преодолеть разочарование и проиграл во встрече за ворозовую медаль другому французу Оливье Ленгле. Андрей Альшан, Сергей Мендергасов и Сергей Коряшкин обыграли в финале сборную Польши 9-4. В этом виде фехтования наши спортсмены вот уже на протяжении многих лет удерживают ведущие позиции. А это тем более почетно, что традиции в этом виде спорта чтят и уважают. По ходу поединка Коряшкин уступал своему сопернику Олиху 0-3, но сумел не только сравнять счет, но и выиграть этот бой, который и принес желанную победу нашей сборной. Это третья золотая медаль советских фехтовальщиков на чемпионате мира. ...поединок с фехтовальщиками ФРГ. Соперники были впереди 5-3, и для победы им достаточно было 2-3. Но сначала выстрел и добился победы Александр Можаев, а затем в труднейшем поединке сумел сравнять счет матча Михаил Цишко. И советской команде необходимо было выиграть оба оставшихся боя, ибо при ничейном счете по количеству уколов преимущество на стороне сборной ФРГ. Почти в безнадежной ситуации наносит решающий укол Андрей Шувалов. Но сил на завершающий бой у нашей сборной не оказалось. Эльвер Борман был явно в нем сильнее, и золотые медали достались команде шпажистов ФРГ.